С вами доктор Кустрик. Хочу начать нашу встречу с вами с одной историей. Мой знакомый рассказал случай из его болезни. Когда он пришел в больницу с ужасной головной болью, врач отправил его домой с диагнозом отравления алкоголем после того, как он пил пиво. Потом выяснилось, что у 36-летнего мужчины случился инсульт. Да, речь пойдет об этом очень говарном заболевании, которое оставляет неприятный отпечаток в жизни людей, которые с ним столкнулись и требуют длительной реабилитации. Голова болела как никогда. Он сидел с закрытыми глазами, потому что у него кружилась голова. Первые симптомы инсульта. Когда жена вызвала скорую помощь, Кельшер пренебрежительно прокомментировал, что если болит голова, скорая помощь не вызывается, а принимает обезболивающее и едет к врачу сам. В отделении неотложной помощи у него все время была рвота. Врач измерил ему артериальное давление и спросил, не отравился ли он. Он сказал, что на конюне ел колбасу и пил пиво. Врач сказал ему идти домой, выдал консультативное заключение с диагнозом отравления алкоголем. Поскольку головная боль не исчезала, он пошел на прием к частному доктору-неврологу. При этом ему сразу назначили МРТ. Оказалось, это был инсульт. Инсульт может поразить любого. В любое время и в любом месте. Это острое нарушение кровообращения в головном мозге, которое всегда является вторичным заболеванием. У здоровых людей оно не возникает. По механизму нарушения кровообращения инсульты разделяют на ишемические, около 85% всех инсультов, и геморрагические, около 20%. Инсульт возникает, когда прекращается кровообращение головного мозга. Таким образом, клетки мозга лишаются жизненно важных веществ, таких как кислород и глюкоза, что приводят к их гибели. Несвоевременное вмешательство в случае инсульт может привести к необратимым последствиям и смерти. 80% случаев инсульт вызван ишемией, то есть прекращением кровоснабжения головного мозга. Это ишемический инсульт. Это приводит, когда сгусток крови забивает внутреннюю часть сосуда, по которому кровь поступает в мозг. При ишемическом инсульте все симптомы являются результатом недостатка кислорода в головном мозге. Чаще всего это происходит в результате закупорки мозговой артерии тромбом. Образование тромба может быть результатом атеросклероза. Фибрилляция предсердий также вызывает отслоение сгустка, который как пробка блокирует кровоток. Тромб может быть размером с булавочную головку или рисовое зернышко. Также тромб может достигать и нескольких сантиметров. Кровь, транспортирующая кислород в мозг, перестает поступать в него, что приводит к образованию некроза ишемической области. Основные причины инсульта следующие. Гипертония, повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, недостаточное кровоснабжение сердца, аритмии, нарушение ритма сердца, нарушение свертываемости крови, различные заболевания сосудистой системы, патологии сосудов шеи и головы, мигрень, заболевания почек. Геморрагический инсульт встречается реже, примерно у 20% случаев. Это когда кровь течет из поврежденных кровоносных сосудов прямо в мозг или в пространство между мозгом и черепом. Кровь вне сосудов разрушает ткани, с которыми контактирует. Проявляется инсульт в виде нарушения сознания, оглушенности, сонливости или наоборот возбуждения. Также может возникнуть кратковременная потеря сознания на несколько минут. Сильная головная боль может сопровождаться тошнотой или рвотой. Иногда возникает головокружение. Человек может чувствовать потерю ориентировки во времени и пространстве. Развивается слабость в руке или ноге вплоть до паралича. Утрата силы в конечностях может сопровождаться снижением в них чувствительности, нарушением речи, зрения. Иногда появляется шаткость в походке, потеря равновесия, неукротимая рвота, головокружение, особенно в случаях, когда страдают сосуды, кровоснабжающие зоны мозга, ответственные за координацию движений и чувство положения тела в пространстве. Наблюдаются приступы головокружения в любую сторону, когда предметы вращаются вокруг человека. На этом фоне могут быть зрительные и глазодвигательные нарушения, косоглазие, двоение, снижение полей зрения, шаткость и неустойчивость, ухудшение речи, движений и чувствительности. Если произошел инсульт, отменить внесенные изменения невозможно. Но пластичность человеческого мозга огромная, и этим нужно пользоваться. Несомненно, реабилитация – один из важнейших элементов лечения людей, перенесших инсульт. Именно благодаря ней, прикованный к постели человек, может вернуть себе независимость. Перед началом реабилитации, а также во время ее проведения, пациенту после инсульта должна быть оказана адекватная профилактика пролежней. Одним из препятствий на пути к уменьшению инсульта является восприятие как внутри, так и за пределами больницы. Уровень инвалидности, выживших после инсульта, также неблагоприятен. В высокоразвитых странах около 50% пациентов остаются инвалидами. Из-за высокой смертности и инвалидности проблема лечения и профилактика инсульта особенно актуальна. Даже зная все причины инсульта, трудно судить о шансах его избежать. Однако, вы можете оценить уровень риска и принять профилактические меры. Медицинская статистика показывает, что большинство инсультов вызвано игнорированием высокого кровяного давления, которое является основным фактором риска. Если у вас артериальное давление выше 140 на 90 миллиметров сутного столба, вероятность инсульта у вас в 6 раз выше, чем у человека с нормальным давлением. Риск инсульта в 2-3 раза выше у мужчин с диабетом или сердечными заболеваниями. Курильщики также подвержены высокому риску. Курение сигарет повреждает стенки кровоносных сосудов, увеличивает свертываемость крови и сужает сосуды. Чем больше вы курите, тем больше вы увеличиваете риск заболевания, но вы также снижаете возраст, в котором оно может развиться. Наибольшему риску подвержены гипертоники, люди, страдающие повышенным артериальным давлением. Поскольку они в 5 раз чаще страдают от инсульта, чем курильщики с обычным давлением, и в 20 раз чаще, чем курильщики с обычным давлением, любой человек может пострадать от инсульта. Однако риск инсульта увеличивается. Если вам больше 40 лет, семейная история инсультов, так называемая генетическая предрасположенность, папа или мама болели этим заболеванием, у вас нарушение сердечного ритма или кардиомиопатия, то есть увеличение формы сердца, у вас диабет, мигрень, у вас повышенная свертываемость крови, у вас высокий уровень плохого холестерина и триглицеридов крови, то есть если есть заболевание, которое называется атеросклероз. Вы также злоупотребляете наркотиками кокаин, анаболики, стероиды, анфетамины. Вы принимаете оральные контрацептивы, не контролируя этого. Курите, употребляете алкоголь, у вас воскулит сгусток, отделяющийся от варикозного расширения вен, может заблокировать сосуд головного мозга или аневризм церебральных артерий, то есть выпячивание стенки артерии, следствие ее истончения или расширения, то есть вырожденное расширение артерий со слабленной стенкой, которая может лопнуть при нагрузке. У вас избыточный вес или ожирение, вы ведете малоподвижный образ жизни. Помните, любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить. Инсульт не является исключением. То есть, если у вас есть похожие симптомы, признаки заболевания или сами заболевания, которые могут привести к инсульту, тратьте время и обращайтесь к твоему доктору. Для опытного невролога не проблема распознать симптомы инсульта. То, что происходит в центральной нервной системе, это может быть инсульт или опухоль мозга. Поэтому в такой ситуации проводится томография головы или магнитно-резонансная томография. Хотя врачу не составит труда диагностировать инсульт. Головная боль или покалывание в руке или ноге настолько не характерны, что медики могут их игнорировать. И время, необходимое, чтобы помочь ему, составляет около 4,5 часов. Инсульт диагностируется на основании симптомов инсульта и визуализации головного мозга. Это правда, что это чаще всего встречается у людей старше 60 лет. Но так же случается и у молодых людей. Поэтому любая атипичная стойкая головная боль требует диагностики. Бывает, что симптомы инсульта очень необычны, но наиболее характерным признаком является опущенный угол рта, нарушение речи, порез руки или ноги. Но бывают случаи, когда больные не чувствуют симптомы инсульта и другому человеку легче их заметить. Если вы подозреваете, что у кого-то инсульт, можно провести простой тест. Вы должны попросить больного поднять перед ним обе руки. Если он держит одну руку выше другой, скорее всего, у него был инсульт. И нужно вызвать скорую помощь. Вы также можете попросить больного сжать его руку сначала одной рукой, а затем другой. Разница в силе. Притеснение также является показанием для вызова скорой помощи. Также, если пациент не может дотронуться до своего носа с закрытыми глазами, можно заподозрить инсульт. Речевые расстройства также являются симптомами. Больной может говорить так, как если бы он в состоянии алкогольного опьянения был. Также бывает, что он плохо понимает то, что ему говорят. Проблема с инсультом в том, что он не болит. В отличие от сердечного приступа, который проявляется сильной болью, инсульт может быть безболезненным и поэтому часто нетревожным. Между тем, каждая минута на счету у нашего пациента, о котором речь шла с самого начала. С рождения была суженная сонная артерия, о чем он, конечно же, не знал. Артерия была закупорена очень маленьким сгустком, из-за чего он почувствовал головного окружения. Кровь доходила до мозга, но гораздо медленнее. Когда больной услышал диагноз, он не мог поверить в то, что с ним случилось. Он искал в интернете информацию об этом заболевании. Он испугался, что после инсульта пациент может потерять движение, конечностях, способность координировать движение, перестать говорить или видеть, а также потерять способность понимать речь. Во многих случаях инсульт опасен для жизни. Всего 7% пациентов, перенесших инсульт, могут пользоваться туалетом без специальных удобств. 65% требуют помощи при ходьбе и 29% во время еды. Больной поблагодарил Бога за то, что он выжил и избежал тяжелой инвалидности. При наличии ишемии некроза не избежать. Однако, можно попробовать уменьшить его площадь. Поэтому пациенту следует как можно скорее назначить антикогулянты. Самый простой астерин. В больнице же пациент получает более сильные средства. Иногда препарат вводят путем инъекции непосредственно в артерию. Выявилось, что у больного, о котором мы говорим, повышенный холестерин и повышенное давление. Вот почему он будет принимать некоторые препараты до конца своей жизни. Ежегодно от инсульта умирает около 30 тысяч человек. Каждые 6,5 минут у кого-то в нашей стране случается инсульт. Впечатляет? Смертость от инсульта высока. Главным образом, потому что лечение начато слишком поздно. Задумайтесь. Когда у кого-то болит зуб, он обращается за помощью даже в 3 часа ночи. Инсульт не причинает боли. И пациенты часто игнорируют его симптомы. Наш больной не игнорировал симптомы инсульта. Но врач не смог по какой-то причине распознать инсульт. Профилактика инсульта в основном состоит из физической активности. Диеты с низким содержанием животных жиров. Бросить курить. Артериальное давление и уровень хорестерина должны быть всегда под контролем. Также важно контролировать и лечить аритмию сердца. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы избежать инсульта. Наш больной бросил курить и изменил свой рацион питания. Никаких хот-догов и свинины, овощи, оливковое масло, рыба и птица это то, что я ем, говорит он. Он также со временем начал ходить в спортзал и играть в баскетбол. Когда его друзья спрашивают его, почему он взял себя в руки, он всем отвечает «У меня случился инсульт». О реабилитации после инсульта мы обязательно поговорим в следующем видео. Смотрите нас и оставайтесь с нами. Берегите себя и своих близких. Не прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!